Христос воскрес! Что это означает? Вы можете задать любой интересующий вас вопрос, написавший его в комментариях в Ютубе под видео, а также на странице пастора Генри в Фейсбуке. Кроме того, вы можете писать свои вопросы на номер телефона, который указан у вас на экране, используя любой из доступных для вас мессенджеров, а именно Viver, WhatsApp или Telegram. Я озвучу ваши вопросы пастору Генри, и вы получите свой ответ. Ну что ж, марафон ваших вопросов объявляю открытым, и пастор Генри, хочу поприветствовать вас и поблагодарить за ваше желание и за ваше участие в таком проекте. Спасибо. Не за желание, а за согласие. Про желание это нужно поговорить потом, но спасибо большое, я очень рад с праздником вас, с праздником воскресения Иисуса Христа. Он воскрес и Он живой, и поэтому мы празднуем Его воскресение. Спасибо. Спасибо и вам. Кроме того, если вы нуждаетесь в консультации, вы можете зайти на сайт церкви и в разделе «Пасхальный фестиваль» найти консультационные комнаты. Там есть все необходимые, интересующие вас вопросы. Если вы нуждаетесь в такой консультации, наши профессиональные психологи, юристы, а также служители окажут вам максимальную эффективную помощь. Вы можете звонить на номера, указанные там. Ну что, пастор Генри, если вы готовы, у меня уже есть вопросы от наших зрителей. Да. И первый вопрос звучит так. Здравствуйте. Я перешла из церкви в городе Днепр, в церковь в Киеве, когда она собиралась рядом с моим домом. Со временем выяснилось, что лидеры в ней верят, что Бог дает болезни, как апостолу Павлу для смирения. Исцеление будет только на небесах. Я понимаю, что болезни – это проклятие, от которого Иисус нас искупил. Но я сказал, что верю в мое исцеление. Началось давление на меня. Пыталась объясниться с пастором. Результат – серия проповедей, от которых чувствовал себя разбитой. Карантин оказался возможностью не слушать эти проповеди. День и ночь стала слушать проповеди пастора Генри, которые и раньше слушала. Они стали для меня исцеляющими. Пришел мир, но я никак не хочу уйти в конфликте. И не знаю, что делать. Может, со мной что-то не так? Если нужно покаяться, то в чем дело? Что делать? Это спасибо за такой длинный, хороший, требующий длинный ответ вопрос. Конечно же, не хочется выйти тут крайним. Позиции такие. Есть Бог, Он как бы глава, Иисус Христос – глава церкви. Есть пастор, есть овцы. Значит, пастор имеет власть над своими овцами. А Бог, Иисус Христос, имеет власть над пастором. То есть, Бог может иногда перескакивать к пастору, прийти к овцам и помочь. Вот вопрос деликатный. Я понял. Она не хочет конфликта с пастором, но она верит, что Бог хочет исцелять. В чем я с ней согласен? В том, что Бог не дает болезни. Бог дает исцеление. Когда Иисус ходил на земле, ни разу, нигде, ни в одном случае Он никому не подарил болезни. Вот Он не сказал, Петр, на тебе рак, и ты станешь ловцом человека от этого. А Фома, дам тебе паралич, Он исцелал везде, где Он был. Правда, была бы шизофрения, если бы Иисус исцелает всех, а Бог, Отец, дает эти болезни. Какая-то игра выходит. Иисус пришел показать нам, Отца, как Бог относится к человеку. И поэтому Он взял на Себе наши болезни, наши мнемощи, и ранами Его мы исцелились. Бог, Целитель наш. Это факт, который, независимо от того, в какой церкви вы находитесь, это истина, которой нужно держаться. Какой мой совет? Первое. Нету надобности конфликтовать с пастором. Нужно хранить мир с пастором. Два. Когда вы переехали из Днепра в Киев, надо было с тем пастором вашим поговорить. Он бы посоветовал, в какую бы церковь вы могли бы перейти, где вам было бы комфортно. Но последнее. Это я вам не даю рекомендации, что делать. Это вам решать. Важно, чтобы вы нашли церковь, где вы себе можете чувствовать спокойно и мирным внутри. Но если вы в этой церкви уже стали членом церкви, оставайтесь там, а вы читайте Библию, веруя в исцеление. Когда говорится против исцеления, вы просто игнорируете, верите в Иисуса в полноте. И если все остальные вопросы нормальные, почему бы нет? И вы станете светом для многих других, которые в этой же церкви. Спасибо вам за ответ. Нам, у нас еще есть вопрос, и звучит он так. Скажите, пожалуйста, когда уже можно приобщать детей к таинству причастия? О, это такой важный вопрос. Разные страны, между прочим, не деноминации даже, а разные страны имеют разные подходы. В Украине, как во всем бывшем союзе, в связи с тем, что во время коммунизма не разрешали детям проявлять свою веру и принимать в любых каких-нибудь участиях в делах церкви. КГБ, милиция за этим следили, что только 18 лет. Поэтому церковь в послушание закрыла детей от причастия. Когда коммунизм ушел, как ни странно, на автомат продолжали. Это похоже на ту историю слона, который привязали к дереву, а после чего убрали дерево, слона остался на месте. Так и в этом случае. Мое мнение. Это мое мнение, которое я верю, что создано из Библии, из понимания Божьего плана. Все, что касается Бога, Бог почему-то приглашает детей к себе. Иисус, например, дети привели детей к Иисусу. А апостоли, ученики начали выгонять детей. А он говорит, не, 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 таким никогда не препятствуйте. Ибо ко мне не препятствуйте. Так, что это значит, не препятствуйте ребенка прийти к Иисусу? Я понимаю, что каждый по-своему. Кто-то скажет, ну, значит, не надо препятствовать в молитве. Молодцы. Не надо препятствовать в чтении Библии. Молодцы. Но почему вы решили, что не препятствовать так же означает, что только в молитве и в Библии? А почему не в причастии? Если ребенок верит в Иисуса, он молится, принял Иисуса, мое мнение, иметь полное ценное право принять хлеб и вино. Почему? Потому что эти две вещи, которые мы делаем, это мы тело ломимое. Не только за меня, и за ребенка. Кровь пролитая. Не только за взрослого, и за детей. Они же верят. Я считаю, что детей нужно приучить к причастию для того, чтобы они... Там же не просто символ. Это Божия жизнь в нас. Столько исцеления. Крепость от этого. Поэтому, если дети верят в Иисуса Христа, приняли Его осознанно, не препятствуйте детям прийти к Иисусу ни в одном направлении. Спасибо вам за ответ. Эта программа «Задай свой вопрос пастору». Друзья, уникальная возможность спросить то, о чем, как говорится, наболело. Даже если по какой-то причине мы не успеем зачитать ваш комментарий сегодня, то мы обязательно ответим на него в личном сообщении. Ну и поступил вопрос, который звучит так. Как вы относитесь к компьютерным играм? Как я отношусь к компьютерным играм? Я отношусь как ко всем остальным играм. Есть вредные, есть полезные. Пастор Геннер, что такое полезные игры? Очень просто. Это игры, которые не развивают агрессию, которые не развивают плохие мысли, не сеют плохие мышления. Какие же полезные? Есть хорошие игры, которые развивают у ребенка разум. Стратегичность там, тактичность, умение предвидеть. Но, как любая другая игра, если за ней не следить, она может потихоньку легко охватить все твое время. Я знаю много людей, которые провалили экзамены, мужа кричали на жену, потому что жена под одеялом играет в компьютер. Или муж прячется в туалет, как будто долго сидит, на самом деле он играет в компьютерные игры. Это ненормально. Как любая другая игра. Но, имейте в виду, многие игры компьютерные созданы людьми, которые тайно через них определенные учения, веру, нормы пытаются в детях внести. Они очень увлекательны, вы понимаете? Это как кино, фильмы, мультики. Вот «Аватар». Вот мне так нравился этот фильм «Аватар». Но, вы понимаете, в любом случае, это же буддизм. Как-никак вот эта реинкарнация – это типичный буддизм. И получается, к сожалению, христиане не такие быстрые к созданию развлечений, которые достаточно сильны, качественны, чтобы детям понравились. Есть хорошие компьютерные игры, которые созданы христианами. Они очень полезны, развивают доброту, развивают отважность, развивают любовь, очень много чего. Поэтому самые игры неплохие. Проблема, откуда они, источник, кто создал. Я хочу рекомендовать, если у вас есть талант создать игры, которые могут быть добрые, создайте. Детям нужно, не только христианским детям, а вообще. А так, родители, не надо жестко детей пересекать, потому что они вас возненавидят. Если вы забираете, вы не дали ничего в ответ, регулируйте время, которое они проводят, и смотрите, что за игры. Потому что это как семена, которые сеются в разум ребенка. Спасибо вам за ответ. Друзья, на сайте нашего фестиваля также проходят параллельные трансляции, на которых вы можете найти мастер-классы, семинары, консультации. Если вам необходима консультация в любом из возникших у вас вопросов, на нашем сайте работают профессиональные юристы, психологи, служители, которые помолятся за вас, которые дадут вам технические советы, юридические советы и помогут решить вашу проблему. Там же вы найдете номер телефона, на который вы можете звонить и пообщаться с нашими консультантами. Ну, а я напоминаю, что эта программа задает свой вопрос пастору, и мы продолжаем наш марафон вопросов. Вика пишет вам, пастор Генри, как реагировать в классе, когда одноклассники ругаются? Молодец, Вика. Хотя моя память по поводу, как ругаются в классе, уже почти в зоне фантазии. Так давно, помню себя последний раз в школе учителя в математике. Но, в любом случае, вот, когда ребята ругаются, это похоже, когда-то дали вопрос вчера, что делать, когда люди ругаются, можно ли стать миротворцем между ними. Я повторяюсь, миротворческие деятельности – это Божие, потому что Библия говорит, блажение миротворцы, Божьими детьми, или сыновьями, или дочерями нарекутся. Вот. Но, если люди ругаются, и учитель есть, пусть учитель разбирается. Обычно не включись, когда люди ругаются, если есть там законная, легитимная власть, которая может урегулировать, позволяй им это решать. Это как, например, люди дерутся, я вызываю полицию. Если полиция пришла, чего мне мучиться, пытаться их, потому что полиция – легитимная власть. Не дай Бог, кого-то ударил, потерял сознание или умер, и проблемы. Поэтому лучше пригласить законную власть. Если ты в школе, пригласи учителя, зауч, кого-нибудь. Тем более школа – это не там 5 километров расстояние между классом и офисом, зауч или директора. Поэтому желательно привлечь других. Или же попросить других учеников вместе включиться. Не ты одна века, а с другими. Чтобы на всякий случай не было такое, что тебя винили во всем. Спасибо вам за ответ. Вот поступил очень интересный вопрос. И звучит он так. У каждого из нас есть свое призвание. Предназначение от Господа. Иисус был послан к людям, чтобы спасти нас от греха, умереть святым и непорочным, и воскреснуть, став нашим защитником и ходатаем перед Богом. Говоря об Иуде, было ли у Иуды предназначение предать Христа? Родился ли он с такой миссией? Если да, значит ли это, что есть люди, которые рожденные на грехопадение? Без прощения. Спасибо вам заранее за ответ. Наверное, это юристы меня пишут. Пытаются ловить меня на слова. Сколько я помню, последний раз меня ловить на слова было не так легко. Но в любом случае отвечу. Да. Каждый рождается с миссией. Так, Иисус не родился с миссией умереть как такового. Он Бог. Поэтому, будучи Богом, у него было задание кое-что сделать. Главное, человека искупить. Иисус не человек. Он человек, да, но он и Бог. Он решил самостоятельно, они решили на небе, пришел на землю. Иисус не начал быть с момента рождения. Нет, он уже был. Поэтому не путайте призвание Генри Мадава или ваше и призвание Иисуса. Иисус был Богом, который пришел на нашу планету, чтобы нас спасти. Уровень его призвания, оно абсолютно никак не сравнивает с нами. Нету сравнения. Ну ладно. Но, хотя все, что делал Иисус на земле, он делал как человек. Мы можем учиться от этого. Теперь, получается, на этой земле царствует, но сила Божия, свет, с момента, как Иисус пришел, и получается и царство тьмы. Божия сила никогда не заставляет никого ни в чем. Поэтому, для того, чтобы Бог с тобой сотрудничал, нужно с твоей стороны согласие, вера, притом это все принимается на уровень решения, свободная воля. Всякий, кто ищет Бога, найдет. Всякий, кто верит, получит. Всякий, кто стучит, откроется. Если никто не стучал, ничего не откроется. Поэтому, в духовном мире, он имеет такой принцип, кто открывается, для чего. Вот, не знаю, вы, когда будете смотреть мультики или нет. Вот, когда-то я видел этот мультик «Нарния». Вот, получается, ребята, дети с одной семьи, и вот там есть женщина, которая ищет, кого можно к себе привлечь. А там был мультик, который очень любил сладкие такие конфетки. У нее, у мультика была предрасположенность к этим конфетам. И эта женщина поймала, что если прилагать эти конфеты, этот мультик, он повернется. Что было у Иуда из Кориота, как конфетик? Серебролюбие. Оно же не проявилось только в день, когда он продал Иисуса. Нет. Раньше женщина пришла, разбила там сосуд, и Иуда такой поднял протест. У него всегда. Второе. Он воровал деньги из сумки. Это серебролюбие в нем дал дьяволу решение. Вот через него я могу. Я могу его привлечь. Адам и Ева. Сатана-то не к Адаму сразу. Он видел определенное предрасположение у Еви. Поэтому и сегодня много зла бывает. Но никто не рождается для зла. Но люди, когда начинают обдуманно или осознанно, или предрасположенно тянуться к чему-то плохому, вот дьявол начинает это использовать. Дьявол, он оппортунист. Поэтому Иуда мог бы отказаться. Вопрос возникает, а как же Иисус умер бы? Не переживайте. Бог нашел бы метод, как Иисусу умереть за 30 серебряных монет. Не обязательно должен был быть Иуда Искариот, но он дал себя как желающая жертва. Поэтому на этой земле мы все рождены Богом с волей выбирать добро, отказаться от зла. Твоя тяга, твоя тяга к злу может делать тебя жертвой для дьявола. И поэтому имей в виду, в твоем случае, право есть всегда выбирать добро. Спасибо вам за ваш ответ. Действительно вопрос был очень интересный. Может быть это был и юрист, мы не знаем, потому что у нас нет подписи. Но ответ тоже был интересный. Ответ, конечно же, был интересный. Независимо от того, юрист вы, инженер, Церковь Победы это место для всей семьи и профессии. Поэтому мы приглашаем вас на наше богослужение. Пока что онлайн, в воскресенье в 10 утра, а также по средам в 19.00. Причем наши юристи самые добрые на земле верою. Они на самом деле иногда действительно бывают добрые и верой, и иногда и по факту. Бывают, да? Ну, хорошо. Но мы продолжаем дальше. Пастор Генри, вам уже приходит больше и больше вопросов. Вот вопрос звучит так. Как можно вылечить душевные раны? Нет девушки. Очень прошу, очень ранит душу этот вопрос. Не могу познакомиться, молюсь, но отчаяние все равно побеждает. Но я бы сказал так. В Украине у нас процентное соотношение мужчины к женщинам, женщины гораздо больше. То есть, по идее, вот эта его проблема не должна быть. Это же мужчина, да, пишет? Не должно быть, потому что в Украине, наоборот, наши женщины бегают по всему миру, занимаются чем угодно для того, чтобы выйти замуж за кем-то. И поэтому, раз он говорит, не могу найти, с кем познакомиться. Возможно, есть несколько проблем. Первое. Возможно, у него завышенный такой план, который я бы тогда советовал. Очень просто. Уменьш. Найди хорошую девушку. Подними ее до твоего уровня. Найди примерно, приблизительно те качества, которые надо, чтобы она могла подняться до твоего уровня. Действительно, это не так легко, если ты хочешь жить в стратосфере, а ты нашла такая, которая хочет ползать по земле. Но в любом случае, можно поднять. Второе. Либо у тебя было очень большие негативные переживания в своей семье с родителями. И в результате что-то произошло внутри. Рано. От чего бывает? Первое. Бывает, либо мама такая очень властная. Многие мальчики, живя в семье, где мама властная, или такая манипулятор, да, есть такие мамы, что папа должен соглашаться ради мира, называется. И папа должен ломаться, потому что если он будет поднимать свое мнение, в семье никто спать не будет. И через время мама становится властной. В таком случае многие мальчики ломаются. У них появляется такой подход, ладно, уже надо соглашаться ради мира. И это влияет позже, и человек не может жениться. Или же, наоборот, папа был властный, дрался, бил маму, это тоже. Или насилие, да, надругались над мальчиком. Или что-то еще переломали. Или наркотики, или алкоголь, что-то там произошло. Но в любом случае, я советую, если ты ходишь в церковь, пойду к лидеру какому-то, скажи, помогите мне освободиться. Если же ты не ходишь в церковь, найди друга или двух друга, хороших, которые могут тебе подсказать, помочь. Во всех вопросах жизни неплохо иметь наставника. Наставник – это человек, который берет тебя за руку и говорит, нужно вот туда, налево, направо. И можно найти таких добрых людей. Притом, даже онлайн много учебы, наверное, дается, я так предполагаю. Но найди кого-то, кто может начинать тебе помогать, чтобы преодолеть эти барьеры внутренние. Потому что быстрее всего это внутренние барьеры, которые надо убрать, исходя из того, что в прошлом у тебя произошло. Спасибо вам за ответ. Виби спрашивает вас, где сейчас находятся умершие люди? Есть свидетельство, что люди попали на небеса и уже видели там ранее умерших людей. А написано, что мертвые воскреснут, когда будет пришествие Иисуса Христа. Где сейчас? Ну, я вижу, что меня спрашивают люди, которые давно уже в Господе. Поэтому особо притрудиться не буду, когда человек меня спрашивает тему, которая особо уже на его спасение не влияет. Но вот главное, что надо знать. Живущий человек на земле, от его решения, образа жизни, он определяет, где он будет после смерти. Самое важное, это не то, где они, а самое важное, куда ты пойдешь. Если принять Иисуса, верить в Бога и жить жизнью соответственно Слову Божьему, Божьих требований, ты будешь с Господом Богом навеки. Если не принять Господа Иисуса, или принять, но жить образ жизни, который не соответствует тому, что Библия говорит, есть много, что написано в Библии, что можно погибнуть и потерять то, что ты получил. Поэтому, получается, главный вопрос для любого человека, мужчины или женщины, это, куда я пойду после смерти. Пасха говорит о том, что Иисус умер и воскрес. Зачем? Для нас, чтобы мы получили прощение грехов. Значит, все, кто получили прощение грехов, они с Господом Богом в раю. Поэтому, а те, которые не приняли Его, не верили в Него, Он не дал им право быть детьми Божьими, и, естественно, они потеряны. И есть такое место, называется ад, куда они пошли. Вот, люди, которые в раю, когда Иисус вернется опять, они вернутся. Библия говорит, мертвые воскреснут прежде, а те, которые на земле, мы изменимся. Но, это же они где-то, они с Иисусом пришли. Они не просто из гроба. Из гроба, похоже на твоего тела, вышел из земли, но Дух-то был с Иисусом Христом. То есть, есть такое место. Поэтому, говорится о том, что, когда Лазарь умер, и богач умер, Лазарь оказался в лоне Авраамова. И вот, когда богач увидел, Авраам сказал, между нами большая пропасть. Потому что там, где был этот богач, было очень плохое место. А там, где был Лазарь, было очень хорошее место, называемое лоно Авраамова. И получается, что между ними большая пропасть. И поэтому живи так, чтобы попасть в раю, быть Господом. Не мучайся за географическое место. Главное, чтобы попасть туда, где Бог тебя ждет. И притом не обязательно суперумный вопрос, потому что некоторые слышат, люди спрашивают про конца света, думают, ой, а мой вопрос был маленький. Любой вопрос подходит, абсолютно любой, поэтому не бойся задавать свой вопрос. Не бойтесь задавать свой вопрос. У вас буквально у нас еще есть полчасика, поэтому не упустите такую возможность. После эфира задай вопрос пастору, у нас будет розыгрыш главного приза iPhone 8. Ну, а после мы приглашаем вас стать свидетелем того, как Бог действует на фестивале в Таиланде. Вы можете не только быть свидетелем, но даже и, возможно, получить свое чудо. Поэтому не пропустите фестиваль Иисуса в Таиланде, сразу после розыгрыша главного приза. Ну, а мы продолжаем наш хит, наш парад вопросов. Пастор Генри, вопрос. Какую книгу пастор бы порекомендовал, в первую очередь, к прочтению для бизнесменов? Пост с криптом, конечно же, после Библии. Да, это, вы знаете, вопрос очень хороший, но это похоже на врач. И приходит к человеку и говорит врачу, какое лекарство вы рекомендуете болному? Врач скажет, дорогой гражданин, от чего пациент болеет? Вот, исходя из того, в чем есть нужда, книгу надо подбирать, исходя из того, какая проблема, какая нужда. Если, например, бизнесмен, имеется в виду, человек, который сидит на кухне 7 дней в неделю и мечтает создать бизнес, да? Вот такому бизнесмену, который бизнесмен только внутри, еще ничего не начал, я бы ему рекомендовал читать книги, которые вдохновят его выйти из кухни и что-то делать. А если он уже вышел из кухни, начал бизнес, и бизнес, уровень дохода 100 тысяч долларов в год, я бы ему рекомендовал книги, которые расширят бы его мышление, взгляды и создание системы в его бизнесе для того, чтобы он поднялся выше. А если он миллионер, хочет подняться на выше, я бы ему рекомендовал читать книги, которые научат его нетверкинг, то есть как работать с другими, потому что своими собственными руками к миллионам тяжело, надо с кем-то еще. А если ты хочешь миллиардером быть, я бы тебе посоветовал, найди книги, которые дают тебе масти за пределами твоей страны. Кроме, если многие наши миллиардеры смогли воровать там заводы государственные, но при нормальном условии невозможно воровать государственные заводы, поэтому нужно найти метод, как идти дальше, чем в своей стране, или же много бизнесов вести одновременно. Поэтому, поймите, это очень широкий вопрос, в котором нет ни одного ответа, но всегда выбирайте книги, исходя из того, в чем вы нуждаетесь. И при том, чтобы понять, что, ой, я тут хромаю, нужно, чтобы тебе подсказали посторонние. Никто никогда не думает, что он нуждается сам, другие люди ему об этом скажут. Людмила спрашивает вас, как узнать свою миссию и предназначение на Земле? Дорогая Людмила, что вы замучили пастора таким вопросом? Опять, широкий вопрос. Первое. Важно знать, что у человека есть миссия. Миссия номер один для человека на Земле. Он должен примириться с Господом Богом. Все остальные миссии, они второстепенные, второочередные после примирения с Богом. Вне Бога ты еще не нашел себя. Мне нравится, я однажды слышал историю, как сказал один человек, говорит, если есть какая-то компания, и она разваливается, и потом мы хотим, мы выкупили компанию, хотим восстановить. Ему задали вопрос, какой первый шаг? Он сказал, первый шаг уволняю директора. Да чего? Потому что, если бы директор имел то, что надо, компания бы не развалилась. Что значит имел что надо? Нужно, чтобы человек был построен внутри. Чтобы найти свое предназначение, нужно строиться внутри. Непостроенный человек не найдет свое предназначение. Но начало, чтобы строился человек внутри, он должен примириться с Богом и начинать расти в Боге. Когда Бог главный в его жизни, поверьте мне, он начинает тебе помочь находить свое предназначение. Некоторые подсказки, но это не закон. Первое. Что тебя больше всего раздражает? Я знаю людей, которых их раздражает беспорядок. Почему? Потому что они призваны. В их призвании, если бы большое желание, приносить все в порядок. Это не значит, что они политейские. Мы не знаем, какое именно у них будет призвание. Но вот это желание порядочность всегда в них есть. А есть другие люди, которые могут делать уборку дома и перелазить через мусор, чтобы убрать другой мусор. Не заставишь. Можно бить, приказать. Вот я знаю одного мужа, который так расстраивался на свою жену, потому что она не видела грязь. Говорит, столько грязь ты видишь. Она говорит, а где? Не поменяешь. Поэтому, заметьте, что тебя раздражает. Два. Что тебя тянет. Вот, например, меня, Генри Мадава. У меня повышенный защитный инстинкт. Я хочу защищать. Вот, мне все равно, когда я вижу слабого, и его унижают, моя первая миссия, я должен защитить. То ли это животные, то ли это человек. Вот поэтому я, значит, чуть не подрался, но, слава Богу, мудрость хватило. Потому что человек в дорогой машине привез собаку белую, красивую, вытащил с машины, оставил и сел в машине и уехал. И собака бегает, ищет своего хозяина. Для меня это, я потом не могу спать. Как так можно? Оказывается, так делают. Этот водитель уехал, его вообще ничего в сердце, ничего. А я по ночам не могу спать. Потому что хочется защитить. Но это не значит, что я буду ходить быть адвокатором где-то для людей. Нет. Но, поэтому мое пастырство помогает людям. Я не могу видеть больных детей. Меня попросили когда-то, пастор Генри может в Ахмадеде, вы с нами поедете. Ни за что. Я потом месяц не буду спать. Я не могу видеть детей страдающих. Для меня это, я лучше не буду видеть. Потому что если я увижу столько страдающих, мне нужно что-то с этим сделать. Я не могу просто видеть и уйти. Поэтому, что тянет вас в жизни. Но поймите, самое главное, нужно строиться внутри. Когда человек построен, он легко найдет, к чему он призван. И его окружение поможет ему. Главное, строите себя в Господу. Благодарю вас за такой ответ. Друзья, консультации, семинары, мастер-классы. Все это на Пасхальном семейном фестивале онлайн. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, ВиСиТиВи Ченнел. Также подписывайтесь на страницу пастора Генри в Фейсбуке. И на страницу Церкви Победа в Фейсбуке. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Задай свой вопрос пастору. Это рекламирует мою страницу, чтобы полайкали, да? Чтобы лайкнули. Ага, тогда можно и в Инстаграме тоже. И в Инстаграме тоже. Друзья, эта программа задает свой вопрос пастору. Как видите, пастору можно задавать любые интересующие вас вопросы. Не только за умные или умные. Хотя можно и такие. И вот один из вопросов, который задает Маргарита Бажукова, звучит он так. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Чем отличается Дух Святой от Духа Христова? Он не во всех? Но я не буду долго отвечать. Дух Святой и Дух Христов – это один и тот же Дух. Поэтому тут надо ломать голову. Нет много Духов. Есть один Дух Святой. Поэтому, чтобы вы не мучились. И тем более на нас смотрят разные люди сейчас, которые новооброшенные, которые даже еще не покаялись. И чтобы они не путались, Дух Святой один. Нет много Духов. Поэтому не переживайте. Главное, чтобы Дух Святой был в вас. А вот еще один вопрос. Для чего Бог создал человека, если знал, что огромное количество любимых их детей пойдет в ад? Когда Бог создал человека, Бог не планирует смерть человека. Знаете, как Библия говорит? Бог не любит смерть грешника. А почему Бог не любит смерть грешника? Потому что грешник, когда умирает, идет в ад. Вот почему нужно всегда успеть покаяться, восстановить свои отношения с Богом. Притом эта программа минимума – покаяться, принять Иисуса, примириться с Богом. Главное для Бога – это не только твое покаяние. Я знаю, есть такие христиане, которые живут, согласно программу минимум, лишь бы я как-то в последнюю минуту успею покаяться, я пока так поживу. План Божий – это чтобы ты покаялся, и ты исполнил свое предназначение на земле. Если ты просто покаялся, а предназначение ты не исполнил, ты толком ничего не сделал. Поэтому важно, чтобы человек примирился с Богом и исполнил свое предназначение. Умирает ли люди? Да. Пойдет ли в ад? Да. Божий план это? Нет. Какой Божий план? Божий план выражается праздником Пасхи. Какой? Иисус пришел на землю. Иисус умер за человека. Иисус воскрес из мертвых. И всякий верующий в Него, замерите, всякий верующий – это выбор. Получается, когда человек выбирает верить в Иисуса, он спасен. А когда он выбирает отказаться, он не спасается. Теперь, смотрите, когда ребенок рождается, и этот ребенок еще не пришел в сознание, например, там, что добро, что зло. Я верю, это моя вера, что такие маленькие дети, которые еще не различают добро, где зло, которые не имели еще ответственности за свою жизнь, что они не потеряны. Но, заметите, план Божий – это было, чтобы на земле был человек по образу Божьему, по подобию его. Он хотел, чтобы он представлял Бога на земле. Так, ведь Бог мог бы уничтожить первого человека сразу, первый же день. Бог мог прийти, Адам и Ева согрешили, уничтожить землю и начать снова. Ведь прошел всего-навсего там пару недель, или сколько там, и вообще бы не зарегистрировался бы нигде. Создал бы нового. И мы никогда бы с вами не знали, потому что нас никогда бы не было. Но в этом выражается величина Божьей любви, что он посмотрел, так полюбил и решил сохранить и жертвовать собой, чтобы вернуть его. Вот в этом величайшая и глубина Божьей любви. У него был выбор нас просто убрать. От любви он решил нас сохранить. Поэтому можно прийти к Богу в любое время. Вот почему церковь Иисуса должна говорить об Иисусе, о Боге всем людям, для того, чтобы люди успели покаяться. Спасибо вам за ответ. На пасхальном фестивале для вас также действуют консультационные комнаты, где вы можете найти необходимую консультацию по вопросу, который у вас возник. Это профессиональные юристы, психологи, служители, которые окажут вам консультационную поддержку в сложившейся у вас ситуации. Там вы найдете номер телефона, на который можете звонить. Поэтому не пропустите такую возможность. Пастор Генри, вопрос к вам. Подскажите, что мешает принять человеку исцеление, хотя он молится, верит, читает Библию и верит, что Бог благ. Спасибо за вопрос. Есть ли какая-то одна причина, почему люди не исцелаются? Нет причин, много. Но самые широко распространенные причины, почему люди не исцелаются, замерите, не единственные, а самые распространенные. Номер один – это элементарное неверие. То есть люди настолько обработаны материальным миром, что им тяжело верить, что Бог, который есть дух, может силой своей коснуться человека и исцелить его. Верить тому, что написано в Библии, что Бог благой, Бог любит. Почему? Обработаны религиозными каким-то установками, в которые они выросли. Вторая причина – это элементарное непрощение, обида. Притом непрощение не только мешает исцелению, а непрощение может притягивать болезни. Непрощение, обида, гнев и ярость – они все в одном каком-то корзине. Они могут мешать. Поэтому самый лучший метод защищаться от этого – это любить всех людей, прощать всех людей, благословлять всех людей. И когда вера колебается, общаться с людьми, которые верят, что Бог может исцелять. И, конечно же, одно из вещей, что мешает исцелению, это когда человек вне воли Божьей. Или образ жизни, образ мышления, или какой-то поступки. И получается, он вышел из воли Божьей. Иногда это может мешать тебе. И поэтому все, что надо – это покаяться, вернуться в волю Божьей, образ жизни по-божьему, и исцелительная сила Божья имеет доступ. Поэтому это индивидуально. Всегда нужно найти, что в моей жизни может быть. Но не мучается слишком этим. Главное – общаться с Богом, живые взаимоотношения. И гораздо легче видеть, что не так, и оно решается на ходу. Жизнь – это не формула. Это как лидерство в жизни, это не формула. Лидерство внутри тебя. Оно проявляется там, где ты. Когда общаешься с Богом близко, неважно, какая проблема возникла, легче заметить, где проблема и как ее решать. Спасибо вам за ответ. Эта программа «Задай свой вопрос пастору». Друзья, за наиболее запоминающийся вопрос, по мнению пастора Генри, мы подарим подарок. Учение пастора Генри, видеоучение «Ум и разум в одном шагу с Богом». Ну а мы продолжаем наши вопросы. И следующий звучит так. Андрей Лео пишет нам уже второй день, потому что вчера мы не успели зачитать его. Интересует вопрос о толковании притчи о десяти девах, а именно «Что значит масло в данной притче?». Заранее спасибо. Пастор Генри. «Десяти девах». Молодец, Андрей. Андрей, да, его зовут? Андрей. Ага. Вот. И второй день, один тот же вопрос. Вау. Значит, его мучают долгое время. Притча о десяти девах, вы понимаете, по всему миру толкует по-разному. Для проповеди, любой проповеди, эта притча подходит. То ли мудрость, то ли это, то ли это. Но если прийти к пониманию, о чем идет речь, там шла речь о том, что все они были десяти девы. То есть они хорошие. Они, если взять среди верующих, это христиане, они все верят в Бога. Потому что они ждали жениха, прообраз Господа Иисуса. Они все христиане, как будто они все Бога любят. И даже у них и всех было масло какое-то. В Библии масло это всегда прообраз Духа Святого. Хотя некоторые люди говорят, масло, это может быть, кроме прообраза Духа Святого, это может быть также прообраз добрых дел. Ну, возможно. Но главный вопрос прообраз масла это Духа Святого. И получается, в жизни важно верить в Иисуса, принять Его, жить в Его Слове и быть наполнен Духом Святым. То есть для нас, верующих, это вообще вопрос нас не касается. Поверили, приняли Его Слово, приняли Духа Святого и мы готовы. И притом там нет лучше или хуже, потому что если написано там, они уснули, это называется, так трактуют по-разному, как будто они отступили. Я не думаю, что отступили, но в любом случае все 10 одинаково, немощные, устают. Поэтому главная проблема была, принцип такой, первое, нужно учиться запасаться внутри. То ли Духом Святым, то ли присутствием Божьим, что бы ты ни делал, пришел кризис, никогда не входи, не войди в кризис с минимальным, что надо, чтобы выжить. Нужно всегда иметь запас больше, чем нужно. Потому что пять из них имели масло дополнительно, а у других не было. Сейчас, во время кризиса, это как-никак самое важное. Почему многие люди сейчас банкротятся, вошли в кризис, имея минимальное, и теперь не знают, что делать дальше. То ли это присутствие Божьей, то ли это молитвенная жизнь. Я пришел к выводу, человек, который не живет постоянно в молитве, наполненный Духом, в Слове Божьем, в плане Божьем, в согласии с Богом, у него нету запаса внутри. И когда приходит кризис, он не выстоит, он не сможет устоять. Поэтому эти девы пять, когда пришел жених, оказался, что у них нет масла, побежали купить. Эту притчу, может, также соотносить к последнему времени. Потому что, получается, жених пришел, Иисус. Что такое вернулся Иисус? Это конец света. Это можно к этому относиться, притом одни с ним вошли в пир, последний пир ангца, а эти остались на улице. Удивительно, они пошли покупать. Это история о покупке, о том, что можно снова примириться с Богом. Есть такое, написано в Откровении, что когда придет Иисус, берешь своих, а потом начнется на земле такое, но будет оказывается еще возможность прийти к Богу. И они не взяли вместе сразу первое восхищение, но они пошли купили масло. Поэтому, заметите, не мучайтесь особенно этой притчей, что оно значит, не значит, не добавить вам ничего. Но главное в жизни научитесь войти в любой кризис, в любой ситуации, имея запас. Никогда не идите с минимальной, кроме, если вы знаете, что гарантированно, что оно закончится. Два, как бы ни было, живи такую жизнь, люблю Иисуса, покаялся, наполнен Словом Божиим, Духом Святым, и живу жизни, которая радует Бога. Спасибо вам за ответ. Ирена спрашивает вас, православному обязательно принимать водное крещение? Ведь крещение уже было в купели. Это же водное крещение тоже. Это вопрос очень правильный. Смотрите, в глазах Бога нет православного, нет левославного. Вот я знаком со многими церквями, да, кроме православной церкви, в мире есть католические, есть коптические. Вот в Ливане есть другая церковь, грегориане, армяне, другая церковь, протестанты, тому подобное. Иисус не умер за православную церковь, и не умер за католическую. Он не умер за григорианскую, он умер за человеков. Поэтому эти человеки, они должны лично каждый один на один с Иисусом встретиться. Он должен покаяться, человек перед Богом. А водное крещение зачем? Написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Слово креститься там не имеется ввиду создать крестик. Это игра слов в русском языке, которая вышла. На самом деле, в оригинале, кто будет веровать и погружаться в воду, тот спасен будет. Поэтому вопрос не в том, я православный, или католик, или протестант, или кто. Вопрос в том, что просит Бог. Ведь Он спасает ни пастора, ни священник, ни батюшка. Спасает Бог. Это Он дает жизнь. Иисус это Он умер за нас. Поэтому мне главное не что просит священник, не что просит пастора или батюшка, а что просит Бог. А Он сказал, кто будет веровать, первое, надо верить. Кого? В Иисуса Христа, что Он Сын Божий, пришел на землю, умер за наши грехи и воскрес. Второе, и креститься. Снова баптизу, погружение. И я поверю и принимаю водное крещение. Но заметите последователь у нас. Не креститься, потом верить. Нет. А верить, потом креститься. Это как студент. Он же не может прийти на первый курс, ему дали диплом, одели вот этот мантию, а он еще на первом курсе. Ему говорят, мы тебе одели мантию, вот диплом тебе дали, теперь отучись пять лет. Это же неразумно. Сначала нужно отучиться, потом тебе одевают. Поэтому крещение приходит после верования. Потому что водное крещение показывает то, что произошло в сердце человека, когда он веровал. Ребенок, который крестился, в смысле ему окропили воду, когда он был ребенком, может это хорошая вещь, мало ли что. Там кто-то зацарапал его или фломастером и вода убрала. Здорово, оно хорошо это не есть то духовное крещение, о котором говорится в Библии. Которое говорится в Библии, нужно сначала веровать, а потом креститься. Тогда оно имеет смысл. Когда мы смотрим в Новом Завете, когда Иоанн креститель крестил, Библия говорит, они приходили, исповедовали грехи свои и крестились. Последовательность согласно Библии важна. А поскольку спасает Бог, не динаминация какая-то, я лучше буду делать так, как говорит Бог, поскольку на небе, на воротах не стоит священник, пастор или батушка, там стоит Господь, Бог, лучше по его по его образу все делать. Спасибо вам за ответ. Друзья, эта программа «Задай свой вопрос пастору». У нас еще осталось буквально немного минут. Не пропустите такую возможность задать, как говорится, наболевшее. Пастор Генри, очень интересный вопрос. Приготовьтесь. Вау! Помоги мне, Господь. Почему в Ветхом Завете мужчины могли брать себе несколько жен и рождать детей от наложниц? И это было нормально перед Господом? Поскольку меня предупредили, что это сложнейший вопрос, я сразу поднял всю мудрость, которая у меня, и я говорю, тебе это не надо. Это все, что я скажу, тебе это сто лет не надо. И одна жена достаточно. Вы представляете, жены в 21 веке, знаете, как написано в Библии, что одна дочь как десять жен, как десять сыновей. Такие женщины сейчас, что одна больше, достаточно. И Библия учит, двое становится одноплод. А не пятнадцать становится одной плод, а двое. Поэтому раз двое имеется ввиду мужчина и женщина. А почему в Ветхом Завете? Мы не живем в Ветхом Завете. Иисус сделался поручителем Нового Завета. А я проповедник Нового Завета. Мои стандарты новозаветные. Вам советую, живите по Новозаветному. Там, где Господь Иисус, наш Спаситель, Он сделался поручителем, а там жена, муж, одна плод. Вот. Спасибо. Спасибо и вам. Друзья, уникальная возможность задать любой вопрос, который вас интересует, старшему пастору христианских церквей Победа, Генри Мадала. Пастор Генри, вопрос к вам. Спрашивает нас, человек, к сожалению, не указал своего имени, как не бояться проповедовать Евангелие? О, это очень просто. Начинать. Другого пути не придумали. Начинать. Я боялся всю жизнь. Я не начал так просто. Меня так подставили. Один мой друг пригласил меня в автобус, и мы ехали. Я не знал, что он его злой умысля. И он встал в автобусе и говорит, друзья, в автобусе, Господи, что ты делаешь? Как тебе не стыдно? Мне было так жалко его, что он встал посреди автобуса и весь автобус на него повернулся. Я еще не знал, что главное впереди. И он говорит, Иисус вас любит. Бог хочет, чтобы вы были спасены. Все на него смотрят. Кто-то кричит, молчи, не мешай нам. И он говорит, обо всем этом вам расскажет мой друг Генри. Вы бы видели. Я хочу его убить, выбросить через окно. Но нельзя было этого делать. Я встал очень неохотно, вообще без желания, неохотно. Я встал, начал говорить. Я понял, чтобы проповедовать, не бояться, такого не будет. Всегда будем бояться. Пастор Генри, ты сидишь на сцене, боишься? Еще как. Но вот я научился одно, делай первый шаг, если что, еще второй. А третий, четвертый, пятый, гораздо легче. Конечно, я бы добавил, строй себя внутри. Любое дело на этой земле требует одно, строй себя внутри. Как строить себя? Слово Божие, знай Слово Божие. Как Павел говорил о Тимофее, что верно преподающий Слово. Вот верно. Надо, чтобы Слово Божие было внутри тебя в том состоянии, в котором Бог его написал. Более-менее. Вот. И второе призвание. А самое важное в моем случае это помазание на проповедь. Я когда боялся проповедовать, когда я начал проповедовать, я удивился, что во время проповеди на меня всегда приходила дополнительная сила, содействие, смелость, которое могло исчезать после проповеди. Это тогда я понял. Есть такое призвание. Поэтому все твое призвание начинай. Дух Святой тебе поможет. Спасибо вам за ответ. Следующий вопрос. Меня муж разлюбил. Можно развестись, освободить его от себя? Я чувствую себя тяжелой ношей для него. Я буду жить одна. Жалко, что вы не дали свое имя. Я бы молился за вас по имену. Так. Муж разлюбил. Ваш выбор, ваше решение. Разведусь, буду жить одна. Хотя, если я встретил вас через пять лет, после того, как вы начали жить одна, вы бы написали по-другому. Пастор Генри, пять лет муж ушел от меня. Могу ли я встретить хорошего человека? Это стандартнее. Вопрос. Могу ли за него выйти замуж? Смотрите. Когда создается семья, это похоже на то, что водитель сидит в автомобиле, едет. Вот. Я не знал, у вас такое было ли ли это? У меня было. Я еду за рулем, и вдруг зарывается у меня колесо. Так, вариант номер один. закрыт глаза, представить, что я дома, сплю, и когда открою глаза, все будет окей, и разбиться, и умереть. Вариант номер два. Я сижу в машине. Единственный метод выйти живым, я должен брать ответственности. Вот этот вариант я сделал. Однажды у меня было в машине, моя машина перевернулась из моста, упали 12 метров из моста в кувейт такой, 12 метров. Потом крутили 60 метров. За это время я сразу я научен бери ответственность где быть не был. И получается я понял, не важно что происходит, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы отсюда выйти живым. Так и в семье. Вы в семье, где и у мужа есть руль, и у жены есть руль. Если кто-то из вас заболел за рулем, тот здоровый должен взяться за управление и спасать автомобиль, называемый семья. У жены есть свои методы, Богом даны ей, как спасать свою семью. Потому что Библия говорит, жена может собственными руками разрушить свою семью. Если можете разрушить, можете и строить. Вам советую, найдите все, что Библия учит, как спасать свою семью и мужа. Ведь Библия говорит, жены получили умерших мужей. Тем более, вас еще не умер, еще можно спасти. Главное решение, семью надо хранить. Из этого решения вы найдете как? У нас остались буквально считанные минуты. Друзья, даже если по какой-то причине мы не успели из-за обилия комментариев прочитать, зачитать ваш комментарий, мы постараемся ответить на него в личном сообщении. Антон спрашивает вас, что делать, если теряешь веру? Если теряешь веру, меняй атмосферу. Найди то место, где помогут тебе хранить веру. Потому что если ты изолирован, потеряешь, но ты найдешь атмосферу церковь, хорошие друзья, хорошие знакомые, меняешь, что читаешь, обязательно приобретешь обратно. Спасибо вам, пастор Генри. Я думаю, что пришло время уже выбирать наиболее понравившийся вам вопрос. Мне очень понравился вопрос про причастие. Потому что касается детей, и также потому что касается глобальную истину, которая в нашей стране важна. Вот этот человек, который задал вопрос, касающийся причастия для детей, это был лучший вопрос. Вы молодец. Начинайте вашим детям дать причастие, приучите их. Это полезно для них, для исцеления, для здоровья, для души, тела, духа. Пусть вас Бог благословит. Ну, а я обращаюсь к тому человеку, который написал этот комментарий. Сейчас на экране вы видите номер телефона. Свяжитесь с нами для того, чтобы получить приз, о котором мы говорили. видеоучение пастора Генри под названием «Ум и разум в одном шагу с Богом». Спасибо, что были с нами сразу после нашего эфира розыгрыш главного приза iPhone 8. Ну, пастор Генри, спасибо. Спасибо большое. Всегда говорю, церковь победа – место для всей семьи. Вас ждем. АПТОant Редактор субтитров Корректор А.